Здравствуйте, дорогие друзья! Не утихают в нашем обществе споры по поводу прививок. Ну и вот в частности, один из аргументов противников прививок состоит в том, что множеством болезней лучше переболеть в детстве. Ну да. Очень часто базируются эти разговоры на том, что, ну вот, например, краснуха. Вот легчайшая болезнь, зачем от нее прививаться? Давайте переболеем в детстве. Ну вот, давайте рассмотрим элементарный пример. Краснуха – опаснейшая болезнь для плода. Ваш ребенок от краснухи не привит. Вы ждете второго ребенка, а первый пришел из детского садика с краснухой. И что? То есть очень важно не просто заболеть вовремя легкой болезнью, а заболеть ею тогда, когда это не опасно для окружающих. Или ошибочное мнение о том, что корь – легкая болезнь. Корь, ребятки, это болезнь, у которой до появления антибиотиков была смертность 1%. Один из ста детей от кори погибали. Вот как? Сейчас изменилась ситуация. Сейчас умирает один из тысячи. То есть это не совсем правильно, разговоры о том, какая это легкая болезнь. Мама, ты слышишь? Возможно, я ошиблась. Кроме этого, никто ведь не отменял законы логики. Вот у вас есть возможность встретиться с ослабленным вирусом кори или с настоящим, живым, полноценным вирусом кори. Какой выбор вы сделаете? С моей точки зрения, привиться намного безопаснее, потому что в этой ситуации вы используете ослабленный вирус. Я же тебе говорила. Другой вопрос, например, в том, что у вас нет материальной возможности купить вакцину от ветряной оспы. Вы ведь знаете, в нашей стране прививка от ветрянки не является обязательной и государством не финансируется. В такой ситуации, ну если нет такой возможности, вовремя заболеть ветрянкой очень полезно, потому что она действительно легко протекает в младенческом возрасте. Ну вот, мама. Давайте все-таки сделаем правильные выводы. А суть правильных выводов состоит в следующем. Любая вакцина и любая болезнь имеет риски. Риски после вакцинации многократно меньшие, чем риски после болезни. Когда нет материальной возможности для вакцинации, то вовремя переболеть легкими детскими инфекциями – это очень правильно. И тогда надо сознательно организовывать ребенку встречи с такими инфекциями и ходить в гости к тем, кто заболел, например, ветрянкой. Но если возможность вакцинации есть, ее обязательно надо использовать. Это менее рискованно и более цивилизованно. Спасибо, доктор! Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.